Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрайбер. Сегодня у нас обзор новинок Mi 9, Mi 9 Explorer Edition. И здесь мы будем говорить об обоих этих телефонах. Ляо Цзюнь удивил на презентации одним интересным фактом, но обо всем по порядку. Начинаем! Давайте пробежимся по характеристикам телефона и будем говорить о комплектациях, о ценах и обо всем остальном. Mi 9 и Mi 9 Explorer Edition экрана 6,39 дюймов. Это AMOLED от компании Samsung с небольшим вырезом капелькой сверху. Также присутствует функция Always On Display. То, что Xiaomi пошли именно на такой вариант, это тоже отлично. Потому что капелька сверху действительно стала таким уникальным решением, очень хорошим. По сути, она решила ряд проблем, а смотрится очень отлично. То есть, по сравнению, допустим, с iPhone X, где вот эта здоровенная челка не очень красивая и так далее. То есть, это крутое, очень отличное решение и смотрится великолепно, поэтому Xiaomi отлично здесь в этом плане, мне кажется, поработали. Модули связи. Здесь Wi-Fi в двух зонах, все остальные фишки присутствуют на 5 Гц и так далее. GPS есть, и китайцы говорили, что он очень крутой, продвинутый, там, на каких-то самых последних стадиях, которая вычисляет все великолепно и отлично. Но в России, скорее всего, и в странах СНГ эта фишка работать не будет. Bluetooth 5.0, USB-C, понятно, здесь флагман и других вариантов, наверное, здесь не должно быть. NFC, все есть. Миниджек, друзья, есть? Нет. Миниджека нет, поэтому вы можете слушать музыку только через проводные наушники, либо через переходник. Так, цвета этого телефона синий, такой градиентный, серый и так далее. Но вообще, если сказать о цвете, то цвет такой не совсем определенный. То есть, есть вот темный цвет, так скажем, основной и синий цвет такой основной. Вообще, они так очень сильно переливаются на свету. И Ляо Дзюнь очень много говорил о том, что они в этом плане очень сильно поработали. В общем, смотрится очень красиво, очень стильно. Ну и, конечно, это шаг для направления в сторону Honor, да. То есть, у них принята такая тема. Сделано красиво, необычно, но и смотрится дорого. Дорого смотрится. Сканер отпечатка пальцев встроен в дисплей. То есть, если вы обратите внимание на заднюю крышку, то сканера нету. То есть, она стала более такая монолитная, красивая и так далее. Потому что сканер встроен прямо в экран и срабатывает очень отлично быстро. На 25% быстрее, чем в предыдущей версии Explorer Edition. Радостная новость, что сканер отпечатков пальцев сразу идет в Mi 9. То есть, в Mi 9 и Mi 9 Explorer Edition сканер отпечатков встроен прямо в экран. Потому что в предыдущей версии так не было. В Mi 8 не было. В Mi 8 Explorer Edition сканер отпечатков пальцев был. Поэтому здесь вот такие хорошие новости. По камерам, друзья. Камера здесь стройная. То есть, стройная камера на 48 Мп, 12, плюс 16 Мп. В чем разница всех этих камер? Основная на 48 Мп, IMX 586, апература 1.75. То есть, камера просто бомбическая. Действительно, одна из самых лучших камер. И, наверное, сейчас уже Xiaomi могут действительно бороться с Samsung, Apple и так далее. То есть, зачем еще нужно две камеры? Одна идет на 12 Мп, это 12-мегапиксельный телеобъектив от компании Samsung. И 16-мегапиксельная камера от компании Sony. Это ширик, широкоугольный объектив. Раньше, когда вы брали фотоаппарат и снимали, то вы меняли оптику. Широкоугольный телеобъектив, там, стандартный и так далее. Так вот, для чего делают компании, вот как бы, по много камерам в одном телефоне? Они очень разные. То есть, телеобъектив, это когда вы приближаете и можете рассмотреть там объект, сделать более-менее качественную фотографию. Широкоугольный объектив вам нужен, чтобы покрыть большую, так сказать, площадь, ну, поверхность того, что вы фотографируете. То есть, у ширика угол обзора 117 градусов. То есть, вы можете даже себя сфотографировать, и вы, как бы, получите. Или там сделать еще что-то, ну и так далее. То есть, широкоугольник, на самом деле, иногда очень даже нужен, и без него не обойтись. И фронтальная камера на 20 Мп, друзья. Самой, наверное, основной фичей этого телефона стал 855-й Snapdragon. То есть, это самый последний, самый флагманский, самый лучший, самый мощный на данный момент. Он 7-нанометровый. Построен по 7-нанометровому техпроцессу, друзья. Здесь видеоускоритель Adreno 640, и ядра, которые используются в 855-м Снапе, это Creo 485. То есть, это самый крутой, самый навороченный процессор сейчас от компании Qualcomm. Наверное, бороться с ним может только A12 Bionic от компании Apple. Скорее всего, это будет более-менее такой адекватный конкурент. Потому что, ну, просто процессор, я не знаю, если вы его купите, то есть, это 10 лет, вы можете вообще ничего не делать, ничего не менять. Он просто будет тащить абсолютно все. Об играх вообще, друзья, наверное, говорить не будем, потому что нет, наверное, сейчас таких игр для этого процессора. То есть, процессор опережает время. То есть, есть, конечно, требовательные игры и так далее. Но, скорее всего, это проблема в самих играх. Почему они немножко потормаживают, а не в процессоре, друзья. Почему? Потому что 845-го уже было, в принципе, за глаза, а 855-й просто космически будет. Он будет тянуть абсолютно все игры и так далее. Графические редакторы, все-все. В этом отношении будут работать вообще без проблем. Версии какие, друзья, здесь есть? Версия на 6128, 8128 и Explore Edition версия на 12 плюс 256 гигабайт. То есть, это полный топчик, полный фарш. И везде используется память типа LPDDR4X, а основная память UFC 2.1. То есть, полный, просто, друзья, по максималочке, если вы хотите использовать, то это, конечно, Explore Edition на 12256. Это конкурент всем флагманам, допустим, от компании Samsung и тому подобное. И, друзья, перед тем, как мы поговорим о ценнике, да, это тоже очень интересный вопрос, есть ли здесь влагозащита за любую цену, которую они предоставляют, хотя цена, сразу скажу, что они такая большая, но есть ли здесь влагозащита? Ляо Дюнь сказал, побрейтесь, друзья, нет. Конечно же, об этом он не говорил, об этом умолчали, но влагозащиту не заявили. Если бы она здесь была, друзья, то, поверьте, на презентации бы просто расписали это в самых лучших красках и так далее. Но это проблема компании Xiaomi. Если честно говорить, то мало из людей, кто купается, как бы, с телефоном, да, или ныряет в ванну с телефоном, все такое. И если вы покупаете телефон за этот ценник, да, то, я думаю, вы будете его беречь. Так вот, о ценах. Младшая версия на 628 стоит около 450 долларов. 450 долларов, 628, в принципе, великолепный ценник. На 828 ценник около 490 долларов. Просто топчик, который красивый. Он будет стоить около 594 долларов. По мне, друзья, ценники отличные, потому что сегодня будет презентация Samsung, и там ценники будут гораздо выше. Поверьте, друзья, у Samsung всегда с ценником проблемы. У купертиноцев, то есть у Apple всегда с ценником проблемы. У Xiaomi с ценами проблем вообще почти что никогда нет. Ну и, друзья, если говорить об Explorer Edition, в принципе, это два одинаковых телефона, просто разная комплектация, но все-таки в Explorer Edition есть как бы фишка. Фишка в том, что задняя крышка прозрачная. Она, на самом деле, прозрачная, но внутри, скорее всего, как в предыдущей версии, стоит муляж. Потому что, как вы понимаете, технически, друзья, вытянуть туда процессор, там, все остальные моменты, очень сложно. Хотя один из больших блогеров, он просто берет, разбирает эти телефоны, срывает со стекла все эти, всю эту краску, клеит стекло назад, и получается из любого телефона Explorer Edition, потому что видно все, как бы, запчасти, то, что находится внутри. Смотрится, на самом деле, очень великолепно и красиво, друзья. Вот такие новости от компании Xiaomi. С вами был Яйцкарабер. Подписывайтесь обязательно на этот канал, ставьте лайк этому видео, нажмите на колокольчик, пишите свои комментарии, что вы думаете о новом телефоне от компании Xiaomi. Всем хорошего настроения, всем пока-пока.